Добрый вечер. У нас сегодня 49-й урок по книге «Шмот». Мы в недельном разделе Мишпатин, 21-я глава, 7-й стих. «И если человек продаст в рабыне свою дочь, то она выходит на свободу не так, как выходят рабы. Если она не угодна своему господину, который не предназначил её себе, то пусть позволит её выкупить, и невластен он продать её чужому, предав её. А если он предназначит её своему сыну, то должен поступить с ней, как по праву дочерей Израиля. Если жён возьмёт себе другую, то пусть не лишает её пищи, одежды и близости. А если он не сделает для неё эти три вещи, то она выходит на волю даром без выкупа». Буквально в сказанном тексте без денег, даром без денег. Это второй закон по счёту, который приводится в начале главы Мишпатин. Первый казался «Эвед-Иври» – раба еврея, человека, которого продали в рабство за долг по краже, который он не сумел заплатить, украл и должен был расплатиться с тем, у кого он украл. И если у него нет денег, то его продают в рабство. И рабство это было ограничено либо в шесть лет, либо в юбилейный год. То есть, как таковое рабство, оно может продлиться шесть лет, не больше того. Но если юбилейный год оказывается в середине этого шестилетнего периода, то тогда он освобождается раньше. А вот теперь второй закон – это уже «Ома еврея», то есть рабыня еврейка. Здесь особые законы. С одной стороны, рабыня еврейка такая же, как и раб еврей, но с другой стороны у него есть ещё дополнительные законы, которые не касаются мужчин, попавших в такое состояние. Во-первых, сказано, если человек продаст в рабыне свою дочь. Речь идёт именно о том, что отец продаёт в рабыне свою дочь. Понятно, что речь идёт о самом-самом крайнем случае, в котором человек, уже продав себе последнюю рубашку просто для того, чтобы уже не погибнуть от голода, ему приходится продавать свою дочь в рабыне. Но и тогда, и в этом случае статус этой рабыни совсем непростой. Прежде всего, по поводу того, как она выходит на свободу. Сказано сразу в 7 стихе, если человек продаст в рабыне свою дочь, то она выходит на свободу не так, как выходит в рабыне. Хотя она рабыня, но выходит она не так. Что имеется здесь в виду? Как рабы выходят на свободу? В прежнем законе было сказано. Есть несколько возможностей. Ну, если раб вдруг разбогател, получил наследство от дяди в Америке, то он попросту выкупается и выходит на свободу. Одна возможность. Вторая возможность. Закончилось 6 лет. Третья возможность. У раба еврея, мы сказали, юбилейный год. Это раб еврея. Есть еще раб нееврей. У него нет освобождения ни шестью годами, ни юбилейным годом. В тот момент, когда он продается, он продается навечно. Но там есть один закон, который позволяет ему выйти… Две возможности для него выйти на свободу. Один случай, опять же, выкуп. Второй случай, если хозяин был причиной того, что раб потерял зуб или глаз, например, то есть хозяин ему по какой-то причине, по ошибке или не по ошибке, выбил ему, предположим, зуб, то в этом случае он теряет все права на своего. Раба нееврея и раб нееврей, то что называется эвет кнани, раб кенанеец, выходит на свободу. Ну, а что же имеется здесь в виду, что вот рабыня еврейка, она не выходит на свободу так, как выходят рабы? Что здесь имеется в виду? Прежде всего, Раши, отвечая на наш вопрос, обращает внимание, что на то, что не случайно Торо начинает этот закон со слов, если человек продаст рабыне свою дочь, то есть речь идет о дочери, а именно о малолетней девочке. И только продажа в рабство взрослой женщины и подростка исключается. Это мы учим из того, что сказано в дальнейшем, когда один из способов, которым в самом конце этого отрывка, в 11-м тихе сказано, если он не сделает для него эти три вещи, то она выходит на волю даром, без выкупа. Хорошо, она выходит даром, она выходит без денег, не платит деньги, а какой же фактор ее освобождает? Что приводит к тому, что она становится свободной? Притал Муд, имеется здесь в виду, что она достигает зрелости, то есть у нее появляются признаки полового созрезвания, в этом случае она выходит однозначно на свободу. Получается, пишет Раший. Нельзя же представить себе, чтобы был такой абсурд, что если девочка, которая была продана раньше, еще в детском возрасте, в рабство, она выходит на свободу, достигнув 12 лет, по признакам созревания, а женщина, которая уже старше этого, она при этом может себя продать в рабство. Если уже признаки взросления освобождают ту, которая была продана раньше, то понятно, что невозможно продать ту, которая старше этого возраста, которая уже зрелая девушка. Итак, речь идет именно о продаже маленькой девочки в возрасте до 12 лет, не больше. Ну и что же означает, что она выходит не так, как выходят рабы? Можно было бы представить себе… Ну, начнем сначала. Может быть, имеется в виду, что она не выходит по окончании шестилетнего периода? Нет, это неверно. Сейчас уже иначе видно, закон говорит, что она выходит точно так же, как раб евреям мужеского пола, она выходит на свободу через шесть лет. Если, предположим, ее продали в возрасте пяти лет, то по подшествии шести лет, отработав все свои шесть лет, она выходит на свободу. Тогда, может быть, юбилейный год ее не освобождает? Тоже нет. Юбилейный год ее тоже освобождает. Что же тогда имеется в виду? Что значит, что она не выходит так, как выходят рабы? Раши говорит, что Тора здесь ее сравнивает не с рабом-евреем, а с рабом-неевреем, с Эбит-Акнани. Словами Раши. Она выходит не так, как выходит на волю рабы-неевреи, которых отпускают в качестве компенсации за выбитый глаз или за выбитый зуб. А вот она, если такое случилось, если хозяин, неловко повернувшись, причинил ей такой физический ущерб, и она лишилась какого-то одного своего органа, то она работает до завершения шести лет, рабства или до юбилейного года, или до появления признаков полового созревания. А выходит на волю тогда, когда приходят первые из них. То есть, любой из этих трех факторов, тот, кто случается раньше, он ее освобождает. Либо шесть лет она отработала, либо попадает в юбилейный год, эти шесть лет, либо она повзрослела. Любой из этих факторов ее освобождает. Ну а что же с выбитым зубом? За выбитый зуб хозяину придется просто заплатить, точно так же, как платится денежная компенсация при любом случае физического ущерба, причиненного другому человеку, как об этом Тора говорит в дальнейшем, и это тоже в нашей главе. Итак, по Раши, то, что имеется здесь в виду, Тора хочет сказать, что рабы не еврейка, если она не выходит так, как выходят другие рабы, имеется в виду, она не выходит так, как выходит раб не еврей. Вот этой детали закона об освобождении как компенсации за выбитый зуб у нее нет. Уместный вопрос, а почему бы я думал, что она будет подобна рабу не еврею? Мы же говорим про рабыню еврейку, скорее всего, ее нужно было бы приравнять, здесь сравнивать ее с рабом-евреем. Пока оставим этот вопрос в стороне. Посмотрим, что Тора говорит дальше. Если не угодно своему господину, который не предназначил ее себе, то пусть позволит ее выкупить, и не власть, но продать ее чужому, предав ее. Тут же совсем непонятно. Если речь идет о девочке, которую продали в рабство, очевидно, чего ее продали в рабство? Ну, посуду мыть, убирать, в магазин ходить, еще что-нибудь. И если она не угодно своему господину, очевидно, что она посуду плохо моет. А вот речь дальше идет совсем не о том, который не предназначил ее себе. Что значит «не предназначил ее себе»? «Раши, если она не угодно своему господину, если она не нравится ему». То есть речь не идет о профессиональной непригодности в качестве посудомойки или в качестве бебисида. Он не хочет на ней жениться. А почему здесь жениться? Речь идет же не о выборе невести, а речь идет о покупке рабыни. Отсюда вывод один. И смысл и цель вот этой продажи в рабство малолетней девочки, она только одна. Отец продает ее с тем, чтобы тот, кто купил ее, в конечном итоге на ней женился. Может быть, не сразу, но потом на ней женился. Ну, а если в этом дело, то почему тогда просто не выдать ее замуж? Мы говорили, что речь идет здесь о совершенно катастрофической ситуации, в которую человек попадает, когда у него ни копейки с душой не остается, и нет у него возможности выйти замуж. И вот это единственная возможность как-то пристроить свою дочку так, чтобы она не оказалась в ситуации нищеты или еще хуже, что можно себе представить, что бывает с семьями, которые доходят до крайней нищеты. И это уже вопросы куда более серьезные и куда более страшные последствия, которые могут быть в такой вот разваливающейся семье. Поэтому то, что Тура здесь предусмотрела, это вот такая возможность продать ее как рабыню другому человеку с целью очевидной, понятной обеим сторонам, и отцу продающему, и хозяину покупающему, что цель, чтобы он в конечном итоге на ней женился. Ну, вот он ее взял в рабыне, и она у него некоторое время находится в рабыне. И он, в общем-то, приходит к выводу, что насчет жениться – нет, конечно, как рабыня она может продолжать, по сути, думаете, она вполне может, но вот в качестве жены она ему не подойдет, неугодна. Говорит Тура тогда, если неугодно своему господину, который не предназначил ее себе, то пусть позволит ей выкупить. Пусть позволит ее выкупить. Что это означает? Итак, говорит Раши, он должен был предназначить ее себе и жениться на ней. И в этом случае деньги, за которые она была приобретена, являются, что называется, кесовки душин, деньгами кедушин. То есть, брак совершается с точки зрения еврейской Аллахи следующим образом. Должно быть полное согласие жениха и невесты вступить в брак и изменить свой статус. Прежде всего, главное изменение – это изменение статуса невесты. До сих пор она была невеста, свободная женщина Востока, всем она была разрешена. С того момента, как она становится мужней женой, то она всем запрещена, кроме своего мужа. Каким образом происходит изменение этого статуса? Через выражение, прежде всего, общего, полного согласия обеих сторон, и жениха, и невесты, изменить таким образом ее статус. Самая простая форма этого – передача денежной стоимости, когда жених передает какую-то минимальную денежную стоимость. Это может быть кольцо, это может быть монета, или что угодно. Невеста говорит, что этим ты будешь посвящена мне в жены по закону Мушея Израиля. И в тот момент, когда она принимает, выражая свое согласие тем самым, то она становится мужней женой. Ну, а если речь идет о малолетней девочке? Тора дает возможность выдать малолетнюю девочку замуж. Для подобных форс-мажорных обстоятельств такая возможность существует. Но поскольку она еще не дееспособная, то тот, кто заключает брак с ее стороны, это ее отец. То есть, он принимает от жениха ту самую денежную стоимость, когда жених говорит ему, что вот этой самой денежной стоимостью твоя дочь станет мне посвященной по закону Мушея Израиля. В случае, когда была продажа в рабство, тогда деньги пришли к отцу не как деньги заключения брака, они пришли ему в уплату за труд рабыни, когда хозяин покупает этот труд на протяжении, на аж период 6 лет. Но в тот момент, когда он достигает цели всей этой сделки, мы сказали, что цель всей этой сделки была именно в том, чтобы хозяин на ней женился. Когда он решает, что таки да, она ему подходит, и он на ней женится, то все, что ему нужно, это только сообщить отцу, что он таки да, решил на ней жениться, и ему не нужно еще раз давать деньги ни отцу, ни ей, а те деньги, как объясняет Ража, которые были уплачены отцу за ее труд, они ретроактивно становятся деньгами кедушин, деньгами, которые заключают брак. Таким образом, Писание косвенно указывает здесь, что при приобретении малолетней рабыни ее господину заповедано жениться на ней, и что ему не нужно еще раз делать кедушин. То есть, это форма приведения законов, свойственная для Торы. Не написано прямым текстом, что господин, который покупает рабыню, у него есть такая митцва, заповедано ему на ней жениться. Здесь только сказано, что если после того, как он купил, он не предназначил ее для себя, потому что почему-то она оказалась ему неугодной, то тогда он должен сделать то-то и то-то и то-то. Отсюда мы понимаем, делаем простейший вывод, что если здесь сказано, что если он того не сделал, значит, Тора ожидала от него, что он это сделает. Это была его заповедь. Но насильно мил не будешь. Если она ему неугодна, то что тогда? Тогда он должен позволить ее выкупить. Что означает позволить ее выкупить? В чем здесь? Он что может сказать? А я не хочу? Он может препятствовать выкупу? Нет, препятствовать выкупу он не может, в общем-то. Но речь здесь идет о другом. Почитаем Раши. Он должен дать возможность ей выкупиться и выйти на волю. Каким образом он создаст такую возможность, вычтя из суммы ее выкупа деньги за то время, когда она была у него рабыней, как если бы она работала у него по найму. То есть, он ее купил, предположим, когда он заплатил деньги ее отцу, он заплатил ему 120 тысяч долларов. Это была цена. Теперь, после того, как она два года проработала, он все обдумал и решил, что жениться на ней он не может, не хочет, не получится. Ну что теперь? Теперь надо выкупить ее. Разумеется, если есть деньги. Что значит выкупить? Может он сказать, я купил товар за 120 тысяч долларов, отдайте мне 120 тысяч долларов, скажите спасибо, что я не прошу больше, она с тех пор повзрослела, она теперь дороже стоит. И если бы речь шла о товаре, то, безусловно, так может быть. Человек, который купил у кого-то квартиру, предположим, а через два года хозяин приходит и говорит, знаете что, я передумал мне, я очень соскучился по своей квартире, не хотите ли вы продать мне ее обратно? Он ему продаст обратно, скорее всего, по той же цене, по которой купил, или еще больше. Но нельзя ему сказать, знаешь, что ты два года прожил в моей квартире, ты вычти сумму ренты за квартирные платы, которые я купил товар, я продаю товар, но это товар, но не рабыня. Рабыня-то она не товар. То, что купил хозяин, он купил только ее труд на протяжении шести лет. То есть, по сути дела, если уже посмотреть в корень этого закона, речь идет здесь о долгосрочном найме на шесть лет. Это более, с точки зрения денежной, так это рассматривается. Понятно, что это не совсем так, она все-таки рабыня, есть там много последствий из этого закона, того, что она рабыня, еврейская рабыня, но все-таки рабыня. Но с точки зрения денежной, в общем-то, речь здесь шла о покупке труда на протяжении шести лет. Стало быть, расчет производится просто. Проработала она два года. За 120 тысяч долларов была сделана покупка. Это означает, что на шесть лет стало быть по 20 тысяч долларов в год. Два года она отработала. Пожалуйста, из 120 вычти 40 и дай ей возможность выкупиться за 80 тысяч долларов. Это то, та лепта, которую вносит хозяин в ее возможность выкупиться. И это то, что означает, то, что сказала Тора, что он должен, пусть позволит ее выкупить. И не власть, и он продать ее чужому. То есть, жалко, конечно, выложил он, что 20 тысяч сейчас он получит меньше. А может быть, ее перепродать другому? Может быть, найдется кто-нибудь другой, кто на ней женится? И тогда можно будет ее перепродать... Нет, нельзя ее перепродать. Ни в коем случае. Ни хозяин, который отказывается на ней жениться, ни отец не могут ее больше перепродать. Хотя могло бы возникнуть здесь соображение такое. Ну вот, отец продал ее один раз с тем, чтобы она вышла замуж. Не получилось. Хозяин отказывается жениться. Сейчас нужно где-то ему... Сейчас нужно где-то достать деньги, чтобы ее выкупить. А где же достать? Так может быть, ее просто перепродать кому-нибудь другому? Глядишь, может быть, другой на ней женится. И это тоже нет. Который говорит, не власть, иной продать ее чужому, предав ее. Кто ее здесь предал? Кто здесь предатель? Кто изменник? Кто предал ее? В ритраши. Не власть, иной продать ее чужому. Ни ее господин, ни отец не имеют права продать ее вторично другому. Почему? Предав ее. Он предал ее. Хозяин. В чем предательство хозяина? Оно очевидно. Он же купил ее для того, чтобы на ней жениться. Если он отказывается на ней жениться. Это предательство. Он предал ее, то есть не выполнил повеление взять ее в жены. Это была его имитва, он ее не выполнил. Но это относится и к отцу, который изменил ей, продав ее в рабство. В тот момент, когда отец и продал ее в рабство хотя бы один раз, он тут же потерял на нее абсолютно все права. Больше вторично он ее продать не может, да и замуж выдать ее он уже тоже не может. Значит, ждем, пока она повзрослеет. Дальше Тура предусматривает еще одну возможность. Хорошо. Хозяин, она ему не угодна, она ему не нравится. Он решил, что жениться на ней он не может. Но может быть кто-нибудь из его сыновей. А если он предназначит ее своему сыну, возможность, то должен поступить с нею как по праву дочерей Израиля. То есть, хотя она становится женой, в данном случае, невестой и женой сына, она становится не как уважаемая девушка, которая становится невестой в результате сватовства, и как это прилично, как это принято у людей. здесь она из статуса рабыни поднимается и становится невестой. Быть может, в таком случае можно сэкономить, и в этом случае сын не будет обязан давать ей всего того, что обязуется дать жене. Нет, без того нельзя. Хотя она, несмотря на то, что она действительно вступает в этот брак, для нее это неравный брак, она поднимается с социальной более низкой ступеньки, со ступеньки рабыни, поднимается на ступень хозяйки дома, но все равно ни в чем из того, что полагается обычной жене, отказать ей нельзя. И если, как говорит Раша здесь, если он предназначит ее своему сыну, кто он предназначит, имеется в виду хозяин, хозяин, который отказывается на ней жениться, то он может предназначить ее сыну. Правда, забыли, здесь есть еще одно лицо, а именно отец. Отец-то продал ее хозяину, он не продал ее сыну. Говорит Раша, это означает, что с согласия отца сын может использовать его право на брак с рабыней, и нет надобности еще раз осуществлять обрядки души заключения брака. То есть, в тот момент, когда отец согласен, что тем, кто женится, будет не отец хозяин, а его сын, в этот момент все проходит точно так же, как если бы это было бы самим хозяином. То есть, не нужно делать дополнительный брак, не нужно еще раз давать деньги, как если в кедушин, те деньги, которые были заплачены отцом жениха, отцу невесты, они становятся ретроактивно деньгами кедушин, и брак считается заключенным. Мы объяснили весь этот отрывок так, как его прокомментировал Раши. Харамбан предлагает альтернативный комментарий, как можно понять этот стих, что называется кипшуто, то есть, простой смысл этого стиха, и все начинается с самой первой строчки. Самая первая строчка самая, в общем-то, проблематичная. То, что Тура говорит, что когда человек подает свою дочь в рабыне, то она не выходит на свободу так, как выходят рабы. Мы сказали, что на первый взгляд это очень непонятно, потому что рабы выходят после шести лет, и она рабы не выходит после шести лет, рабы выходят в юбилейный год, и она выходит в юбилейный год, рабы выходят выкупившись, и она может выкупиться. В чем здесь, каким образом можно сказать, что она не выходит? Раши дал нам возможность убежать от этого вопроса, а именно сказать, что речь здесь идет о сравнении с рабом Канаанеем, с нееврейским рабом. Она не выходит так, как выходит раб Канаане, раб Канаане выходит на свободу, потеряв зуб, а вот она нет. Рабан говорит, нет, можем попросту объяснить это. Вот как. Если человек продаст свою малолетнюю дочь в рабство, то не выйдет, она на свободу так, как выходят рабы, то есть на седьмой год или в юбилей. Не выйдет, так как все рабы выходят после шести лет на седьмой, а она нет. Все рабы выходят в юбилейный год, а она нет. Как это нет? Но ведь Аллаха говорит, что да, имеется в виду, вот что будет рамба. Если девушка понравится, в нормальной ситуации раб, раб продается на шесть лет, шесть лет работает, на седьмой выходит. Что-нибудь может здесь измениться, но если он только не выкупит себя, то ничего. А с проданной еврейской рабыней не так, ведь ее продают для того, чтобы она стала женой хозяина, а не для того, чтобы она через шесть лет вышла на свободу. Не должна она выйти на свободу, потому что она должна стать женой хозяин. Вот в чем дело. То есть, если девушка понравится господину, обретет его расположение, то отец уже никогда не сможет забрать дочь его из его дома. Продал? Поезд ушел. Ты ее продал для того, чтобы хозяин женился на ней. Как только хозяин решает, что он женился, ты ее уже не можешь забрать. Ты не можешь сказать, а, шесть лет кончились, и все, давайте разводитесь, и пусть она вернется домой. Уже все. Она вышла замуж. Господин возьмет ее себе в жены. Так что, в идеале, в седьмой год, после шести лет работы, она не выйдет. Точно так же и в юбилейный год. Не для того она выходит, не для того она продается в рабство, чтобы выходить в юбилейный год. Она выходит, она продается в рабство для того, чтобы выйти замуж. Ну, только если она не угодна своему господину, тогда что? Тогда она таки да, выйдет через шесть лет на седьмой. Тоже нет. Который предназначил ее себе в жены. Ведь покупающийся девушку-еврейку приобретает её для того, чтобы она впоследствии стала его женой. И с момента покупки она предназначена ему в жёны. То теперь, когда она не угодна ему, это ещё не значит, что она выходит на свободу. А что? Есть его сын? Пусть. Попробует поговорить с сыном. Может быть, он на ней женится. Пусть он предоставит ей возможность либо выкупить себя до шести лет. И тогда отец, кто её выкупит, она сама, 10-летняя девочка, сама себя выкупит. Она себя не может выкупить. Отец обязан её выкупить. Почему? Ну, он же её продал. Да, но продал-то он для того, чтобы она вышла замуж. И если он видит, что это не получается. А она уже два года моет посуду, и про свадьбу никто не говорит. Значит, иди, набирай деньги и выкупай её обратно. Её должен выкупить отец, так как ему запрещено оставлять дочь в руках господина с того момента, как тот сказал «не хочу взять её у жёны». Если он ещё тянет время и говорит «ну ладно, ещё сейчас, я должен заработать деньги, завтра, послезавтра». Но как только он сказал «всё, я решил на ней не жениться», нет никакого права у отца оставлять её в доме чужого мужчины без набирения жениться. Ни в коем случае. Ни в коем случае не должна быть девушка в подчинении чужого мужчины. Стало быть, у отца тут же есть обязанность её выкупить. А денег нет, иди ищи, ищи, занимай, одалживай что-нибудь, но выкупай. И отец не может продать её чужому, мы сказали, денег нет, а может быть, тогда попросту перепродать её кому-нибудь другому, тогда и деньги придут. Нет, тем самым предав, ведь это измена, когда отец продаёт свою дочь кому-либо, кто не может взять её в жёны. То есть, измена здесь – это предательство не то, о котором говорил Раший, что если он её один раз, первый раз он её продал, то тем самым он её предал. Нет, альпи-пшат по пшату – это не предательство. Предательством будет, если он её продаст вторично кому-нибудь, не для цели женитьбы. Вот продажа не для цели женитьбы, она есть предательство. А возможно, предательством считается любая продажа дочери, как сказал и Раший. Но, и так получается, она не дочка, проданная в рабство, не выходит, как выходят остальные рабы. Остальные рабы работают шесть лет, выходят на седьмой. Она нет. Почему? Она либо в идеале выходит замуж за хозяина, который её купил, либо, если он сообщает, что он не собирается на ней жениться, тогда она должна выйти ещё раньше, через выкуп, то есть, отец должен из кожи вылезти вон для того, чтобы её выкупить, либо, третья возможность – сын. Но если господин не сделает для неё этих трёх вещей, то есть, какие три вещи, либо сам на ней не женится, либо не отдаст её сыну и не даст ей возможность выкупиться, тогда она выйдет даром без денег. три возможности. Либо жениться самому, либо женить своего сына на ней, либо дать ей возможность выкупиться, вычитая те суммы, которые… она, в общем-то, уже отработала своей работой, и если ничего не делается это, то тогда она выходит даром в одном из трёх случаев. Либо заканчиваются шесть лет, либо юбилейный год, либо у неё появляются признаки созревания. Вопросы. Имеет ли хозяин право иметь с рабы неблизкие отношения без жених бы на ней? Конечно, нет, ни в коем случае. Что же получается, когда рабы женятся на малолетних, это соответствует нашему закону. В нашем законе рабов нет, поэтому речь здесь не о них идёт. А возможность выдавать девочку замуж в маленьком возрасте, она юридически формально существует. Такая вещь, безусловно, ни в коем случае не одобряется. Она используется как единственная возможность в таких вот форс-мажорных обстоятельствах, когда люди на крайней стадии нищенства, как ты пишешь здесь Раввирш, всё, что мы узнали из нашей литературы о тех соображениях, которыми должны руководствоваться родители при выборе подходящих супругов для своего потомства, всё это позволяет нам без колебаний сделать вывод. Если еврей продаёт свою малолетнюю дочь служанке, чтобы в будущем она стала женой хозяина, то лишь самая горькая страшная необходимость могла заставить его пойти на это. То есть в нормальной ситуации, если у меня есть дочка, то я буду выбирать ей жениха, потому что не всякий в это годится. Ведь человек, который продаёт свою дочку в рабстве, это значит, что он согласился на то, что его зятем станет тот, кто её купил. А он его покупателя выбирает, понятно, не по его личным качествам, а по уплаченной сумме, не больше того. Понятно, что это только в самых-самых крайних обстоятельствах, в полной нужде он должен был продать свой дом и всё, что в его доме, даже последнюю рубашку, прежде чем ему дозволяется совершить такой шаг. Так говорит Аллаха. Человек не имеет права продавать свою дочь, пока у него хоть что-то за душой есть. И только когда уже у него ничего за душой не остаётся, тогда он имеет право продать свою дочь. Мы сказали, что Тора такую возможность юридическую даёт, то есть брак в таком случае с малолетней, он будет действителен, такое есть. И в этом есть не только спасение имущественное для нищенствующей семьи. Но в конечном итоге это вопрос и социальный, потому что девочка-подросток, который вырастает в такой семье, нищий, это просто опасно. Поэтому лучше, чтобы она оказалась в чём-то доме под наблюдением взрослых, в особенности человека, который собирается на ней в дальнейшем жениться, когда она немножко подрастёт, чем, чтобы она оказалась в других местах. Последний вопрос. Были ли такие случаи в истории рабыни-еврейка? Историей мы не занимаемся. Нет у нас данных, по которым мы могли сказать, было или не было. Следует обратить внимание ещё на две детали. Если мы спросим себя, каковы обязанности мужа по отношению к жене? Тора где-то их оговорила, предусмотрела. Обязанности такие в Валахе известны. Талмуд очень и очень подробно их разбирает. А где в письменной Торе они высказаны? В Талмуде мы знаем. Трактатик Тубот. А где в письменной Торе? А в письменной Торе они высказаны именно здесь, где речь идёт о рабыне, которая становится женой человека, который её купил, или даже женой его сына. И вот там Тора говорит следующую вещь. В какой форме она упоминает её права? А если он предназначит её своему сыну, то он должен поступать с нею по праву дочери Израиля. Если же он возьмёт себе другую, и будем забывать, что с точки зрения закона Торы, можно многожёнство разрешено. То есть, сын может сначала, предположим, по просьбе папы, купившего эту рабыню, жениться на ней, а потом жениться ещё на другой, свободной женщине. Сразу возникает ситуация, в которой эти две женщины могут оказаться в неравном положении. То есть, одна стала его женой, но прежде она была рабыней, и из рабыни она попала в жёны, а вторая, вторая уже, там было всё как у людей, прилично, нормально. Так вот здесь Тора и говорит, что если жён возьмёт себе другую, то пусть не лишает её пищи, одежды и близости. Вот эти три основные требования, которые здесь Аллаха даёт, даёт, а именно три обязанности. Пища, то есть, всё, что входит в понятие пищи, он должен кормить и содержать свою жену. Второе – одежда. И третье – близость. Так это объясняет Раши, так об этом говорят мудрецы. Есть здесь один серьёзный вопрос, который задаёт Рамбан. Не будем входить в детали его комментариев, но спрашивает Рамбан. Мы же читаем здесь Тору, законы Торы. А обязанность кормить, что называется мизунот в Аллахе, как говорит Талмуд в трактате Ктубот, это постановление мудрецов. Мы же на прошлом уроке говорили, что мудрецы создали целую систему балансирующих друг друга обязанностей мужа и жены. С одной стороны, муж обязан кормить и задержать свою жену, а с другой стороны, чтобы у него не возникало ощущение того, что он её только кормит и задержит, а от неё она никак не участвует в семейном котле, то то, что она делает, то, что она производит, плоды её труда принадлежат мужу. Это постановление мудрецов. А здесь речь идёт про закон Торы, значит, нужно понять это по-другому. Как по-другому? Это написано в Рамбане, мы в это входить деталей не будем. Только заметим, что здесь есть другой комментарий. Аравир, замечая это, вот это единственное место, единственный отрывок, в котором письменная Тора, не талмут в трактате, а письменная Тора обсуждает обязанности мужа по отношению к жене. Чтобы обрисовать основные, вот эти супружеские права женщин, он выбирает в качестве примера женщину с самой низкой ступени социальной лестницы. Точь нищего, который уже продал свою последнюю рубашку, и чтобы спасти себя и своих детей от голодной смерти, он продал её в рабыне. А затем девушка, отвергнутая своим хозяином, так, речь здесь идёт не о том, что хозяин на ней жиделся, а его сын. То есть она дочка нищего, она продана в рабство, хозяин её не захотел. Ну, ладно, сын захотел. И она становится женой хозяйского сына. Если это произошло, закон делает её равной, равноправной другой женщине, которая вступает в брак, будучи свободной и богатой, и провозглашает величайший принцип. Отношение к одной ни на йоту не должно отличаться от отношения к другой. Окей. Всё, что касается рабыни-еврейки, мы обсудили. Можем смело переходить к следующему отрывку. 21 глава, 12 стих. Ударивший человека так, что тот умрёт, пусть будет предан смерти. Но если он не замыслял зло, то есть не был он злоумышленником, а бог подвёл ему жертву под руку, то я назначу тебе место, куда ему следует бежать. Если же кто-то умышленно умертвит своего ближнего, то я от моего жертвенника бери его на смерть. И ударившего отца и мать нужно предать смерти, и похитившего человека, и продавшего его, если тот будет найден в его руках, надо предать смерти. И проклинающего отца и мать надо предать смерти. Так, от законов о личной свободе человека, его возможности изменения статуса, продажа в рабство, выход на свободу, Тора переходит уже к следующей теме. Это тема убийства, нанесения физических повреждений и убийства. Ударивший человека так, что тот убрёт, пусть будет предан смерти. То есть, там, где перед нами умышленное убийство, оно карается смертной казнью. Ну, а если это не умышленное убийство? Ну, если он не замышлял, а Бог подвёл ему жертву под руку, попал под горячую руку, не сказано в Торе попал под горячую руку, сказано Бог подвёл ему под руку, то я назначу тебе место, куда ему следует бежать. То есть, человек, совершивший непреднамеренное убийство, не всякий раз, ну, по крайней мере, целый ряд, в ряде случаев непреднамеренного убийства, Тора предусматривает кэлут. То есть, непреднамеренный убийца должен бежать в город-убежище и находиться там, с одной стороны, он находится там под защитой от возможной мести родственников, а с другой стороны, это ему, он чувствует некоторый, расставшийся со своей семьёй, со своим городом, со своими друзьями, со всей привычной для него атмосферой, и оказавшись совершенно на чужом месте, он чувствует небольшой привкус смерти. Что такое смерть? Это разрыв человека со всей его, с окружающей его средой. Здесь, да, не полный разрыв, но есть некоторый привкус смерти. Вопрос у нас, почему Тора говорит такими словами? Бог подвёл ему жертву под руку. Зачем Всевышнему подводить жертву под руку непреднамеренного убийцы? Раши даёт здесь развернутый комментарий. А Бог подвёл ему жертву, то есть, сделал так, что вот с ним случилось подобное, и вот он невольно убил человека. Почему же? Зачем же Всевышнему нужно сделать так, чтобы некто непреднамеренно совершил непреднамеренное убийство? Почему же на то была Божья воля? А подобным этому сказал царь Давид. Есть стих в псалме царя Давида. Как говорит древняя притча, злодеяние исходит от злодеев. То есть, если в мире случилась какая-то, если в жизни в мире случилась какая-то трагедия, и в этой трагедии был замешан какой-то человек, не случайно он был не замешан. Ну, так вот случилось, просто так ничего не случается. Если человек оказался даже без вины, но он оказался замешанным в какой-то трагедии, есть тому причина, чтобы именно он оказался в ней. И причина это в нем. Древняя притча это Тор, так как она может быть названа притчей, почему древняя, это притча Всевышнего. Тот, кто древнее всего мира, он кодмуно жилюна. А где же в Торе сказано подобное? Где же принцип, который утверждает царь Давид, что злодеяние исходит от злодея? Где же он упомянул в Торе? Как раз в том самом стихе, который мы сейчас прочитали. А Бог подвел ему под руку. Что имеется в виду? Возьмем к примеру двух людей. Один из которых убил по ошибке, второй умышленно. Два человека совершили убийство. Один умышленное убийство, и ему удалось уйти от закона, а второй совершил неумышленное убийство, и ему тоже удалось уйти от закона. Из-за чего? Например, не было свидетелей. Нет возможности приговорить человека ни к изгнанию в случае ненамеренного убийства, ни к смертной казни в случае намеренного убийства, если нет свидетелей, которые видели и успели предупредить виновного. В данном случае, хотя нам может быть довольно ясно, что преступление имело место быть, но закон здесь бессилен. Первому из-за того, что нет свидетелей, не грозит изгнание, неумышленному убийце не грозит изгнание, второму не грозит смертная казнь, но справедливость должна сработать. Человеческий суд не все может судить, его возможности ограничены. Если нет четкого безошибочного свидетельства о составе преступления, то земной суд бессилен. Но земной суд это не последняя инстанция, есть высший суд. Он то устраивает так, чтобы справедливость восторжествовала. И тогда Бог устраивает так, продолжает раши, что они оба оказываются на одном постоялом дворе. умышленно убивший сидит под лестницей. Сидит человек в гостинице, в лобби, на диване, под лестницей. А тот, кто совершил раньше непреднамеренное убийство, он поднимается по этой лестнице, поскальзывается, срывается с нее, падает вниз и падает вниз прямо на того, кто сидит внизу, а внизу под лестницей сидит человек, совершивший убийство и намеренное убийство. Тот, которого, в общем-то, по справедливости должна постигнуть смертная кара. Только что суд не мог его приговорить. Он падает на этого убийцу, в падении своем убивает его, на этот раз уже есть свидетели того, что он оказался камнем, оказался здесь топором в руках правосудия, то есть он совершил здесь непреднамеренное убийство второй раз, и поскольку есть свидетели, то суд его уже приговорит к изгнанию. Итак, вот, сошлись концы с концами. Каждый получил по заслугам, убивший по ошибке был изгнан, а тот, кто убил намеренно, тот умер. погиб. Еще вопрос с рабыней еврейкой, хотя мы уже от нее ушли, вопрос был рабыней еврейкой тоже нельзя заставить выполнять любую работу, как и раба еврея. Дело в том, что любую работу там имеется ввиду по поводу раба еврея, что если у него есть определенная профессия, то нельзя заставлять его работать ниже своей профессии и так далее. С трудом можно себе представить, что у пятилетней или шестилетней девочки есть уже профессия, она может сказать, что я, поскольку я программистка, то мыть посуду я не буду, открывайте мне фирму по программированию, тогда буду работать в этой области. скорее всего здесь можно ее попросить и посуду вымыть тоже. Если же кто-то умышленно умертвит своего ближнего, то и от моего жертвенника бери его на смерть. Странный стих. Что это означает? От моего жертвенника бери его на смерть? То есть если этот человек убийца, он, подположим, коин, и он в данный момент хочет в храме совершить служение, то он не может сказать, подождите меня, я здесь занят очень важным делом, храмовая служба может быть сделана другим человеком, а его заберут. И ударившего отца и мать надо предать смерти. Что значит ударившего отца и мать имеется ввиду того, кто убил, не дай Бог? Нет, ударившего. Отца и мать, что имеется ввиду, что он должен ударить именно и маму и папу, а если маме удалось вернуться, тогда его к смертной казни не приговорят. Нет, здесь и имеется ввиду или. Ударившего отца или мать надо предать смерти. Как известно, говорит Раши, тот, кто причинил физический ущерб ближнему, то все заканчивается попросту выплатой денежной компенсации. Есть формула, по которой вычисляется денежная компенсация, там есть несколько видов компенсации, компенсируется и физический ущерб непосредственный, и простой в работе, и боль, и унижение, и лечение безусловно тоже сюда входит. Все это денежная компенсация. Свыше того, нет никакого наказания. Но все это, когда речь идет попросту о других людях. Но когда жертвой удара оказывается отец или мать, тот закон здесь другой. Здесь есть смертная казнь. Поэтому здесь Тор уточняет, что тот, кто ударит одного из своих родителей подлежит смертной казни. Но удар не имеется в виду любой удар. При этом он несет ответственность только за такой удар, который приводит к ранению. То, что называется хабура. Хабура имеется в виду, что в результате удара произошло выделение крови. Либо кровь пролилась, либо даже образовался синяк подкожный. И это тоже называется хабура. И в этом случае он подлежит смерти. В Талмуде сказано, что приводится несколько примеров больших мудрецов, что они не позволяли своим сыновьям вытаскивать у них занозу. отца сидит заноза. Каждый из нас знает, что нужно в этом случае сделать. Нужно взять иголку и при помощи иголки постараться достать отцу занозу. Так были мудрецы, которые своим сыновьям это делать не позволяли. В чем здесь дело? В тот момент, когда сын начинает ковырять иголкой в пальце у отца, то в результате выходит кровь. Это то, что называется хабура. Происходит выделение крови. Это же на самом деле состав преступления. И не просто это смертный грех. Правда. Он же это делает здесь. Не только он делает это умышленно. Он наоборот, он делает это по просьбе отца. Он делает это для того, чтобы помочь отцу. Он делает это для того, чтобы облегчить его страдания. Конечно же, смертной казни в этом случае нет. Но все таки, поскольку ситуация здесь совсем непростая, то здесь может быть, что человек, вооружившись иголкой, он должен расковырять то самое место, куда попала заноза, для того, чтобы занозу вытащить. А сколько нужно ковырять? Ну, столько, чтобы занозу вытащить. А если он расковыряет чуть больше? Если он себе ковыряет, ну, так максимум он расковыряет чуть больше, будет дырычка чуть побольше, ничего, до свадьбы доживет. Но если это кто-то из родителей, отец или мать, то ровно то, что он наковырял для того, чтобы без чего нельзя было вытащить занозу, это легитимно, это позволено. Но если он ковырнул чуть больше, если он одну лишнюю каплю по ошибке выдавил, то на это уже никакого разрешения нет, это уже запрещено. Правда, это снова не смертный грех, потому что человек делает это по ошибке. Если бы он точно знал, сколько нужно наковырять минимум, сколько нужно наковырять для того, чтобы занозу вытащить, он бы больше не сделал. Но человек же не ангел, он же не знает точно. Он ковыряет так на всякий случай, чтобы, как ему кажется, достать занозу. Ну и может быть в этом случае, что наковырял чуть больше. В этом случае, конечно же, нет смертного греха, но перед нами конкретный случай ошибки, но по ошибке совершается очень-очень тяжёлый грех. Понятно, что там, где речь идёт о очень тяжёлых грехах, то даже совершённый по ошибке такой грех, это криминал, это очень-очень плохо. Мы говорим здесь об ударе родителям, спрашивают, если человек плохо разговаривал с родителем, принято доказание, об этом дальше. Теперь следующий вопрос позвольте мне не ответить на него в эфире. Вернёмся к родителям. Представим себе, человек по ошибке сделал какую-то нехорошую, например, он неаккуратно ставил свою машину на парковку и случайно по неаккуратности поцарапал машину своего соседа. Нехорошо. Но всё-таки он это сделал случайно, нечаянно. Вряд ли его сильно будут ругать. Хотя, конечно, неприятно. Но если человек, предположим, врач, он нечаянно нечаянно, случайно перепутал лекарства и дал больному не то лекарство, просто перепутал по неаккуратности. А уже совсем другой разговор. Хотя это тоже по ошибке, хотя это тоже не... Но вместе с тем, когда речь идёт о вещах строгих, о тяжёлых преступлениях, то даже совершённые по ошибке, они представляют собой большую-большую проблему. Именно поэтому, говорит Талмуд, что мудрецы не разрешали своим сыновьям вытаскивать им занозы из-за потения того, что сын расковыряет больше, чем нужно, и тем самым они его подводят под грех, пусть по ошибке, но всё-таки под смертный грех. Другие, другие пусть ковыряют, а если другой расковыряет больше, чем нужно, так с него и взятки гладкие. Вся проблема это именно в отношении своих собственных детей, поскольку у них это смертный грех. А у другого человека врач, который, предположим, вместо того, чтобы вырвать больной зуб, вырвал на всякий случай ещё и здоровый, так, ну, очень жалко, но это не смертный грех. Здесь у нас возникает вот такой вопрос. А как же быть на практике, если у человека родители больны? И не только занозы, бывают иногда более неприятные случаи. А что делать, если родителям нужно делать укол, инъекции? А если нужно сделать ещё какую-то вещь, при которой может пойти кровь, как быть тогда? Как быть в такой ситуации? Что говорит Аллаха о подобных вопросах? Но поскольку эта тема несколько обширная, то к этой теме мы вернёмся в начале следующего урока, а пока мы здесь остановимся, только дочитаем, поскольку был задан вопрос, 17 стих говорит, и проклинающего отца и мать надо предать смерти. То есть тот, кто проклял отца или мать, он подлежит наказанию, но тот, кто невежливо или по-хамски даже говорит со своими родителями, не проклина их, он наказанию не подлежит, а безусловно он нарушает важнейшие заповеди, заповеди, которые требуют почитания родителей и страха перед ними. Человек, который по-хамски говорит с родителем, он безусловно не исполняет. Последний вопрос. Если сын в порыве злости поднял нож на отца и порезал руку, не понимая свой страшный древ, так как не вырос по нашим традициям, так как закончил советскую школу. К нему тоже такой строгий суд, любой строгий суд, любое наказание смертной казнью, оно может быть только в том случае, когда два свидетеля предупредили человека перед тем, как он сделал то, что он сделал. То есть, человек может получить смертную казнь за кровопускание своим родителям, если кто-то его перед этим успел предупредить. Ты смотри, не поднимай руки на своих родителей, потому что, если ты им выпустишь кровь, то тебя попросту казнят. А если он сказал, что все равно я остановиться не могу и не мешайте мне тогда. И тогда неважно, в какой школе он учился, советской или постсоветской или совсем другой.